Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим про необычные умные часы от Huawei. Называется Huawei Watch D. Вот так вот они выглядят. Они умеют, ну, все остальное, что умеют обычные умные часы, но плюс измеряют ЭКГшку, температуру и даже давление. И прежде чем начать разговор, предлагаю вам подписаться, поставить лайк, включить уведомления и все такое прочее. Поехали! Значит, часики выглядят вот таким вот образом в сборе. К ним в комплекте идут всякие бумажки. Зарядник беспроводной, то есть поставили вот таким образом, чпок, и он висит, заряжается. Часть ремня с манжеты размера M в сборе с чехлом. Набор из двух тканевых чехлов для M и L манжет, а также для заглушки, если вы не пользуетесь частью тонометра, скажем так, то есть не пользуетесь манжетой, ее удалили временно. А также вот такая линейка для измерения размера. Она бумажная, но бумага такая непонятная, то ли винилом, но такая плотная, ее просто так не разорвать, не разрезать. Взяли, затянули, посмотрели. Вот у меня должно быть L, видите, размер L, черненький был бы M, и где-то 10, десятка примерно. 9-10. Теперь сами часы. Они квадратные, спереди, соответственно, экранчик. Экранчик органический, очень хороший цвет, очень хорошая читаемость, в том числе на солнце. Все замечательно, все проверено. Сбоку две кнопки, механические. Это кнопка меню, вход, выход. И кнопка некая, назовем это здоровье. Она так и называется здесь, здоровье. Но по факту на нее можно повесить любую какую-то встроенную историю, то есть любое приложение, любой запуск чего-то. И она же является вторым электродом для снятия ЭКГшечки. Дальше. Защелка. Привычная, часовая. Но ее можно, соответственно, туда поближе, подальше повозюкать. Подняли. Начинаем снимать. Тут крепится баллон, то есть манжета. Таким вот образом он разбирается. И видите, здесь циферки. Вот когда я измерял свое запястье, вот на цифру 9 или 10, мне и надо установить по вот этим вот стрелочкам, то есть вот таким вот образом, я должен установить, чтобы он совпадал. Хоп. Застегнули, там 10-11 получается. Ну, естественно, подбирайте по комфорту. Дальше. Баллон, он же манжета, размера L, установлен по умолчанию. Это надувающаяся штука. На ней сверху находится тряпочный чехол. Тряпочный чехол, который вы можете снять, заменить, если он там испортился и так далее. Но лучше его все-таки оставить. Он подключается к часам через лючок. Кнопку нажали и отключили. Он мне начинает сигналить, что типа отключено. Штука, куда вдувается воздух. Штука, откуда выдувается воздух. Если вам не надо, то используйте специальную заглушку из комплекта. Комплект попозже чуть покажу. Дальше. Обязательно вставили таким вот образом до щелчка. Все, все подключено. Ремешок меняется обычным совершенно образом. То есть можете взять, но и заменить. Он меняется что с одной стороны, естественно, что со стороны другой. Там такая же штука сделана, без проблем. Уж раз начал показ снизу. Ну, сенсоры. Тут у нас общий сенсор пульса. То есть это пульсоксиметр. И электроды, которые позволяют снимать ЭКГшку. И тут же встроенный термодатчик. Суть, ну, обычный термометр. Вот что вот это такое, я не знаю. Здесь нету возможности позвонить по часам. То есть динамика микрофона нету. Скорее всего, вот это обычные входы-выходы для воздуха, когда накачивается в манжету для того, чтобы измерить давление. Другого я, честно говоря, не придумал. Зачем эти штуки нужны? Теперь по интерфейсу. Все работает с помощью встроенной, соответственно, гармонии ОС и вместе с приложением Huawei Health. Ну, то есть как и всегда было у носимых устройств в Huawei. Сверху некие быстрые настройки. Плюс есть куча-куча настроек внутри. Соответственно, заходите, там есть циферблаты, есть заставка. Да, заставка выглядит вот... Сейчас он, наверное, заснет через какое-то время. То есть Always-On Display здесь присутствует. Он умеренно яркий, его видно. Хотя, честно говоря, логики Always-On Display я совершенно не понимаю. Потому что, ну, Always-On Display, когда у вас активируются часы по поднятию, ну, как говорится, есть и есть. Еле-еле видимо здесь, но я не знаю, увидите, не увидите. Там циферки видны. Просто у меня яркий свет боковой относительно. Не знаю, как будет на камере, честно. Через маленький мониторчик фотика я не вижу. В принципе, подняли, он сразу включился. Поэтому Always-On я не очень понимаю. Есть поиск телефона. То есть, все видно сразу. Можете поставить другие циферблаты. Можете поставить какие-то уже предустановленные. Причем некоторые циферблаты, например, базовые, да, вы можете настроить. Это там тренировки, запись, давление, пульсы, КГ, там дыхательные упражнения. То есть, есть кастомизируемый, что называется, интерфейс. Если вы в бок, там у нас, соответственно, погода. Если вниз, соответственно, уведомления. На уведомления можно каким-то образом, если это в чатике, там, в телеге приходят, ответить предустановленными сообщениями. Это задается в настройках приложения Huawei на смартфоне. Ну и направо начинается, там, вот я сегодня сходил в магазин, 8 тысяч шагов сделал, да, подвигался, там, 42 минуты с 30, ну, не знаю, почему так мало, там, постоял, там, и так далее. Кровяное давление отображается. Тут же можно измерить. Есть пульс максимальный, минимальный, оксигенация, опять же, какая-то температура и общая погода. По приложениям нажимаем, есть тренировки. Тут ходьба, велосипед, скакалка, грибное, и какие-то другие, можно это дело поднастроить. То есть, если вам это надо. Есть записи тренировок, статус тренировок. Когда эти часы умеют определять сами, например, когда вы ходите, и предлагать, запустить ли тренировку. Давление, пульс, ЭКГ, кислородное наполнение, температура кожи. Healthy living – это некая штука, которая вот сейчас синхронизацию данных обеспечивает. Ну, то есть, условно говоря, смотрит, насколько вы там хорошо спали, у вас не было стресса и так далее. То есть, я находил много, сон я не отслеживаю, соответственно, настроение у меня тоже, ну, никакое. Я тоже не тестю это дело. Активность. Три кружочка, три кольца. Дальше сон. Huawei очень продвигает свой Huawei True Sleep, отслеживание фаз сна. Но я не могу спать в чем-либо, поэтому не ношу ночи часов. Стресс. Стресс измеряется тоже с помощью пульсоксиметра. То есть, условно говоря, Huawei знает, как связана вегетативная нервная система и пульс, изменение пульса, но вот высчитывается стресс. Дыхательное упражнение. Совершенно банальная вещь, которая выглядит вот таким вот образом. А, ну, вот он хочет не двигать руки, повторите попытку. Он предлагает мне подышать. То есть, вы вдыхаете, вдох, выдох, вдох, выдох. То есть, ну, такие обычные, обычные штуки, да, ничего удивительного в этом вы не увидите. Управление музыкой, уведомления, погода. Дальше. Секундомер, таймер, будильник, фонарик. Фонарик это просто яркий свет. И ничего больше. Поиск телефона. I'm here. I'm here. Ну, слышали, да? Он там говорит I'm here на английском, типа я тут. И довольно громко орет. Ну, на максимуме громкости, чтобы вы нашли потерянный где-то в недрах квартиры телефон. Дальше настройки. Опять же, переходим в настройки. Сейчас я вам покажу, как работает самая интересная ЭКГшка и давленька. То есть, по сути, самый жир этих часов. Значит, начнем с ЭКГ. ЭКГ здесь идет как классическое первое неусиленное, то есть, первое обычное отведение в ЭКГ между правой и левой руками. Только один электрод у нас располагается на нижней части, то есть здесь. Вот он как раз ищет руку сейчас. Ну, давайте мы сделаем вот таким образом. Я палец подкручу. И прикладываем второй. Весь процесс занимает 30 секунд. Я, естественно, весь подсказывать вам не стал. Ну, и пишет вот так. Синусовый ритм, ну, то есть нормальный ритм, генерируемый синусовым узлом. То есть никаких сбоев нет. Среднее значение пульса. Результат ЭКГ в норме. Потом покажу, как это бывает не в норме. То есть я специально измерял. Значит, важно правильно измерять. Теперь давление. Да, кстати, для пульса, давления и остальных параметров часики могут показывать красивые графики по дням, там, по неделям, по месяцам. Как угодно. То есть будет все красиво и интересно. При измерении давления вам показывается, как надо правильно располагать руку на уровне сердца. Видите, он пишет. Не могу, да? Сейчас я попытаюсь ему имитировать давление, чтобы вы посмотрели, как надувается манжетка. Вот, нажал, кстати. Тут еще дополнительная исправка. Да, кровяное давление, чего, нормы. Можете почитать и так далее и тому подобное. То есть очень-очень-очень хорошо все в этом плане сделано. Сейчас еще раз. Вот, я зажал, имитирую, что надето на руке. Вот, видите, надувается манжета. Плотно обхватывает вашу руку. О, видите, может быть, даже будет более понятно. Вот оно. Ладно, ладно, ладно. Не будем тебя больше мучить. То есть она обхватывает вашу руку и спокойно, соответственно, уже измеряет. Но, тем не менее, ощущение вот на руке будет, что вот что-то там внутри есть. Да, вот прям рука плотненько охватывается и измерение происходит. Huawei Health, соответственно, предлагает вам полную статистику о вашем здоровье и так далее и тому подобное. То есть вот сколько я сегодня находил. Healthy living. Некие задания. Пульс в динамике. Кислородонаполнение. Стресс у меня что-то 8,6 высокий. Ну, потому что я тут еще говорю, что-то делаю. Одной рукой то держу, другой все держу. Температура кожи. То есть, видите, все есть в графиках, например. Давление нормальное, ненормальное. Там, неделя, месяц. Можете посмотреть это все. Вот прям статистически будет выдано. Гипертония, там, повышенное давление. Ну, я там побегал, измерил, например, сразу же. Мне было интересно. Что еще есть? Упражнения. Соответственно, можете задать цель какую-то. Вам там и поможет. Каким-то образом скорректировать занятие, чтобы был лучший эффект. Есть, соответственно, обзор, где предлагаются какие-то гаджеты. Интернет-магазин, Huawei и все такое прочее. Устройство. Вот, Huawei Watch D. Сам гаджет. Циферблаты. Можете дополнительно... Ну, давай, грузись. Можете скачать какие-то другие. Есть платные. Есть бесплатные. Есть с механическими часами. Есть с футуристическими часами. То есть, количество всяких циферблатов с настройками просто какое-то запредельное. Ну, как обычно. Хотите, пожалуйста, пользуйтесь. Не хотите, не пользуйтесь. То есть, все на ваше усмотрение. Дальше. Мониторинг здоровья. Здесь включаете, что он отслеживает, что он не отслеживает. В том числе, напоминание, если вы долго сидите. Будильник. ЭКГ. ЭКГ. Сейчас он подтверждение аккаунта Huawei. Да, он там 10 раз потребует от вас подтвердить, что вы согласны, что эта штука может собирать ваши там медицинские данные, передавать его в аккаунт Huawei и все такое прочее. И сбоку бантик. Ну, давай, крутись. Ты-дын, 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 ты-дын. Интернет, конечно, дома. Вот. Есть здесь различные синусовые ритмы. Это нормальный ритм, если кто не в курсе. А вот здесь вот. Вот, например, жерлудочковая экстрасистолия. Да? Это момент, когда я неправильно измерил то, что... Ну, вот этот... В общем, ЭКГ я снял неправильно. Я облокотился локтем на стол. У меня напряжена была рука. Я как-то извернулся. И вот в таком состоянии, скрюченном, полусогнутом, напряженном, я снимал. Получилось какое-то дополнительное электрическое возбуждение раньше. Да? Если вы нормально снимаете, у вас нормально. Не точный результат у меня получился тогда, когда я плохо затянул манжету, что-то двигался, еще разговаривал. Ну, то есть, опять же, нарушал правильный режим снятия. Да, вот можно развернуть так вот красиво и посмотреть всю кардиограмму, например. Выводы. Ну, по посадке выглядит это все вот так вот. Все очень комфортно. Главное, вот измерьте тем самым измерителем вначале вашу руку. Подберите правильную штуку, которая есть в комплекте, и будет все замечательно. Во-первых, они не очень большие. Во-вторых, достаточная ширина ремешка. И, в-третьих, вот эта вот самая тряпочная подкладка, не натирающая кожу руки, это прям кайфово. То есть, я ходил в большой куртке, соответственно, зимний, холодно, да, там, свитер. Вот это все вот так вот, естественно, пережимается. Но при этом я не чувствую дискомфорта, даже если хожу весь день. Это очень здорово. По поводу времени работы. Ну, заявлено до 7 дней. Если вы там раз 6 в день измеряете давление, раз там 5 снимаете КГ, что-то типа того на сайте написано, плюс отслеживание ночного сна, плюс у вас там 90 минут упражнений, плюс куча всяких уведомлений, там 200 раз вы включаете экран, то есть вот что-то такое, 7 дней. Я, естественно, так часто давление не измерял, ну, там, ну, раза 2-3 в день, КГшку, ну, одну на всякий случай в день, просто чтобы посмотреть. На ночь я их выключал. Это, ну, я не люблю спать в часах, это странно для меня. И в этом случае они у меня жрали где-то, ну, процента 3-4 максимум в день. То есть это очень много, с моей точки зрения, они живут. Это здорово, да? По поводу точности измерения. По поводу точности измерения, естественно, важно правильно сесть или встать. То есть как делать, там вам будет написано и нарисовано, но это надо обязательно соблюдать. То есть если вы измеряете давление, это вот так вот. Руку на уровень сердца, расслабились, спокойно сидите и ждете, дышите. И тогда он измеряет. Если вы на пузо положите или куда-то ниже, у вас будут измерения другие, давление будет некорректным. Если правильно измерять, если сравнивать его с таким же тонометром, но медицинский, там, АНДшка, например, то расхождение, ну, там, единицы 3, ну, максимум 5. То есть это статистическая погрешность. Термометр я, ну, не могу четко понять, насколько он точно не точно, потому что мне под руку вот в то место не подлезть. А измеряет он температуру только после 10 минут правильного ношения на руке. То есть чтобы кожа нагрелась и, ну, там, не охлаждалась воздухом вокруг и так далее, тому подобное. С другой стороны, да какая вам разница, какая там температура? Ну, то есть если вам что-то хреновенько, у вас какая-то странная симптоматика, вы чувствуете что-то подозрительное, тогда вы идете, измеряете температуру и видите, что, да, что-то кожа там не 33 градуса, там не 34, а какая-то 36, например, да, 36,9-37. То есть кожа перегрелась. Ну, и, понятное дело, вы при этом не работали, не таскали чуки там, не находились около чего-то горячего, то есть не было каких-то внешних воздействий. Ну, тогда, да, есть повод пойти взять обычный термометр и измериться нормально. То есть это такая диагностическая тема. Оценить, как работает ЭКГ я, естественно, не могу. То есть есть тупо одно отведение, это первое стандартное отведение ЭКГ, когда между руками, право-лево, да, зажали и смотрите. Он вам показывает просто наличие каких-то проблем. Я специально вам показал там экстрасистолы, потому что я измерил это неправильно. То есть я облокотился рукой на стол, вот так вот, в небольшом напряжении мышцы были, и в этом случае показала экстрасистолу. Дальше, вот как только я сел и буквально через там полминуты измерился, ну, то есть после этого измерения, у меня все нормально. Несколько измерений подряд, все нормально. То есть экстрасистолия не подтверждена. Huawei сразу заявляет, что, ребят, если вы видите экстрасистолию или что-то другое, если она у вас повторяется, то идите к врачу и нормально уже занимайтесь своим сердцем. То есть снимайте полноценную ЭКГ с нормальным количеством отведений, и уже там разговаривайте с профессионалом по поводу того, что там в кардиограмме, там по интервалам видно. Здесь чисто диагностическо для себя. Но в целом, довольно интересная игрушка стоимостью 30 тысяч рублей официально, но и дешевле неофициально. Понятное дело, не самый дешевый вариант, но если мы сравниваем с яблоком, там, извините, 42 официально, а если ультра, там 90 официально. То есть это какой-то отрыв башки. Да, яблоко работает с яблоком. Эта штука работает с яблоком, с гармони ОС хуавеевском и с просто андроидом. То есть подо все оно существует и работает. И это здорово. Да, понятное дело, что если вам неинтересно, не надо вот это все давление, температуру и КГшку, вы можете от этого отказаться и не платить эти деньги. То есть это не для вас. Штука, она слишком медицинская получится. Но если у вас есть проблемы по кардиологии, или какие-то вопросы, или особенности, или хотите это дело отслеживать, обязательно присмотритесь. Да, единственное, если вы плаваете в бассейне, эта штука не предназначена для бассейнов. Ну, не предназначена никак. Не знаю почему, то ли там защита, в принципе, IP68 позволяет это делать, но не рекомендуется. Поэтому постарайтесь под горячим душем не стоять, в бассейне не плавать. Если вы не плавец в бассейне в часах, то вполне себе присмотритесь. Как гаджет офигенный, интересный. Я удовольствие получил. У меня вот его завтра уже забирает обратно Huawei. Мне, честно, жалко расставаться. Он очень кайфовый, казался. Мне интересно, но я фанат медгаджетов, мне интересна тематика. Поэтому, если вы такой же, вперед с песнями. Может, там у Huawei сейчас какие-нибудь скидованные будут, или найдете подешевле. Сейчас они доступны. Все на сегодня все. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok